Удовольствие быстро прошло, ну и начались первые косички. Ну вот здесь показан первый релиз фреймворка с тех пор, как мы начали его использовать. Ну как видите, здесь дофигища багфиксов, это не весь список, он там на несколько экранов был на самом деле. Фиксы практически во всех частях системы фреймворка. И самое страшное, что мы практически со всем этим списком столкнулись. Что-то починили сами, что-то вытащили из Ишес на гитхабе, где-то мы там подхачили. Суть в том, что было очень много подводных камней. Ну к счастью, вот вышел первый релиз, мы на него перешли, казалось, что все нормально. И спустя какое-то время вышел второй релиз. И оказалось, что в нем стало еще больше багов. Я не знаю, как они документрились, но вот это правда. Там было еще больше багов, несмотря на то, что политика угла такова, что они покрывают тестами даже то, что, по-моему, не нужно покрывать тестами. Было очень много багов, мы частично с ними разбирались, частично подтягивали из репозитория нестабильные версии. Та проблема, с которой мы столкнулись практически сразу же, это интеграция. Как правило, разрабатываемыми нами приложения нужно не только показывать с нашего сайта. Как правило, есть всякие партнеры, тот же Тёма Лебедев, который хочет взять наш JS-код, вставить себя на сайт и получить у себя выдачу билетов. Для этого необходимо сделать приложение с возможностью интеграции, чтобы его можно было взять как код в Яндекс.Метрики, скопировать и вставить на страницу. Пока мы работали с сайлум.js, проблем не было, интеграция выглядела следующим образом. Мы давали текст-скрипт внутри функции, которая сама себя вызывает, ну и в ней уже какой-то код для вставки. Понятное дело, что здесь не могло быть никаких проблем. В случае с Angular интеграция выглядит достаточно странно, ну и вообще говоря, она недоделана. Чтобы запустить приложение в Angular можно использовать два способа. Первый способ — это нафигачить кучу атрибутов в верстку страницы. Но этот подход нас не устраивает, потому что мы не можем попросить у Лебедева дать нам доступ к его странице и начать менять верстку. Второй способ заключается в том, что мы вызываем метод Bootstrap, который инициализирует приложение. Проблем целая куча. Во-первых, грузится это всё асинхронно. Во-вторых, нельзя забудстрапить два приложения одновременно. Если на странице уже есть приложение, то этот Bootstrap попадётся ошибкой и так далее. Проблема практически не решается и на самом деле очень серьёзная, если с ней сталкиваться. Другая проблема, с которой тоже достаточно быстро столкнулись, заключается в том, что у нас разрабатывается несколько приложений, и зачастую существует необходимость перенести какой-то сложный модуль с одной команды в другую. Вот, например, какой-то абстрактный ангуляровский модуль, который какой-то контроллер добавляет. Ну, здесь уже видно, что вот такой модуль я не могу взять, просто передать другую команду, просто потому что он жёстко гвоздями припит к ангуляру. Если другая команда ангуляр не использует, соответственно, и мой модуль она тоже использовать не может. Ещё одна проблема, и одна из самых неприятных, это, к сожалению, гибкость. Ангуляр абсолютно не гибкий инструмент, и это заметно практически в деталях. Вот сервис такой есть встроенный CookieStore. Это скриншот с официальной документацией, с последней версии. Это вот метод, который устанавливает Куку. Кто видит в этом методе косяк? Вижу, вижу, вижу три руки. Какой вы косяк видите? Время действует. А? Время действует. Да. Этот метод не поддерживает опции. Хотя при установке Куки, как правило, самое важное, это как раз опции. Это домен, на который ставится Кука, путь, на который она ставится, ну и, конечно, время действия. Первая же проблема, с которой мы столкнулись, нам нужно было поставить две Куки. Первую Куку на две недели, вторую Куку на год. Внезапно оказывается, что встроенный в ангуляр сервис для работы с Куками вообще не позволяет этого сделать никак. Какое решение? Ну, решение, возможно, два. Первое, запачить ангуляр. Второе, написать свой сервис работы с Куками, который будет делать то же самое, что и встроенный, но чуть-чуть больше. Другой модуль, NG-робот, это модуль, который предоставляет разработчикам возможность встроить приложение роутинг. Какому-то роботу ставится в соответствии какая-то вьюха, то есть часть страницы, в которую подгружается какой-то контент. Ну, собственно, это все, что может этот роботер, и это практически никому не нужно, потому что, во-первых, урлу ставится в соответствии только один участок страницы, хотя на самом деле мне хотелось бы, например, чтобы по одному адресу у меня менялись две части страницы, по другому адресу вообще вся страница перелисовывалась. Встроенный роутер этого не позволяет сделать. Другая проблема, с которой мы столкнулись, это анимации. К сожалению, роутер, опять же, не поддерживает опции, и если я захочу сделать какие-то фишки про анимацию, например, разные эффекты перехода между разными углами, это вот, такой возможности тоже нет. Для этого мне пришлось написать свой модуль, основанный на встроенном на гуляи ng-роут. Здесь вот приведен пример. Мне какой-то чувак с TG.R.Flow ответил, он говорит, слушай, у меня уже просто руки опустились. Хорошо, что ты написал модуль, который решает эту проблему, потому что я уже хотел менять решение. Я потом еще с ним переписывался. Проблема на самом деле существует. Какое решение вообще можно применить, когда у вас есть такой огромный монолитный фреймворк, неразделяемый, написанный на неудачном языке программирования JS, который не позволяет вам декомпозировать систему на модуле, из коробки, который... Ну, просто систему, которую вы не можете изменять, изменять. Ну, во-первых, вы просто вынуждены использовать форк и постоянно добавлять в этот форк какие-то свои изменения. Вы постоянно обязаны делать патчи в исходном коде, сначала проверяя, нет ли готового ответа выше закона в GitHub. И если никто не предложил ответа, вам придется глазами просмотреть огромный исходный код в Angular и найти в нем ошибку, поправить. Как правило, сделать это очень непросто, потому что он написан со всякими низкоуровневыми оптимизациями, быстрыми языковыми реализациями циклов. Реальная штука непростая, но зачастую необходимая. И последнее — это постоянный мониторинг обновлений. Ну, как я уже сказал, просто постоянно приходится заходить на GitHub, заходить на степ-эверфлоу, смотреть, не выкатил ли кто-то фикс, патч, не починил ли кто-то ту проблему, с которой вы столкнулись, не появилось ли в вашем коллективе обиженных ангуляром человека, который решил проблему. Возвращаясь к нашему любимому датабиндингу. Вот здесь показан тот самый хваленый датабиндинг, который работает в обе стороны, маппет вьюху на модель и модель на вьюху. Все это прикольно работает. И вот, например, на нашей форме. Сколько вы думаете здесь датабиндингов на то, чтобы адресовать эту форму? Не поспорю, действительно, все. На самом деле около 30 я нарисовал маленькими датабиндингами, детенышами датабиндингов. Видите, здесь нарисованы те датабиндинги, которые существуют. И, в принципе, если бы приложение ограничилось вот этой формой, проблем нет. Ну, что там, 30 биндингов, каждый раз изменения. Мы 30 проверочек делаем, что-то изменилось, перерисовали. А вот уже наша поисковая выдача, да, здесь. Фильтры формы смысла не несут здесь. Мы рисуем билеты. Билетов мы выводим много. И, как вы думаете, сколько биндингов вот на этом скриншоте, на нашей поисковой выдаче? Есть. Ну, на самом деле… Так. Сейчас мы до этого дойдем, там будет картинка. Во-первых, мы рисуем 5000 билетов. Этот список, который мы отрисовываем пользователю, он содержит, до правила, порядка 5000 элементов. На каждый билет мы выводим и биндинг примерно 200 значений. 200 значений, как называется, это коды авиакомпании, ссылки на картинки, сегменты перелетов, время вылета, время прилета, часовые пояса, ну, всякая прочая информация, данные для построения, диплингов на сайте авиакомпании. Ну, и с помощью простой формулы умножения, а умножить, можно понять, сколько дата биндингов создается в этом приложении. Миллион дата биндингов. Если вы нарисуете такое приложение, то браузер откажется выполнять ваше приложение, ну, не знаю, выйдет в окошко. Вот, кстати, я нарисовал дата биндинги на нашей странице. Ну, как видите, их действительно много. Когда первый раз мы накатили вот такое приложение без всяких оптимизаций, то в нем нельзя даже было что-то в форму вбить, потому что любое изменение формы вызывает ресинхронизацию всех моделей приложения, а ресинхронизация занимала порядка 20 или 30 минут. Потому что этот цикл проверки уже происходит не один раз, когда моделька синхронизируется с фьюгой. Моделька проверяется один раз, потом еще раз проверяется, не изменилась ли она после первого изменения. Если она изменилась, она проверяет еще раз. Ну, это такой, dirty checking. Подход, который используется в компьютерных играх, ну, команда ангуляра решила его использовать и у себя в ангуляре. В принципе, подход интересный, но, как видите, он слегка не работает. Мы, опять же, запатчили эту систему и написали свой модуль для того, чтобы рисовать быстрые списки. Этот модуль называется quitting repeat. Он является такой drop-in replacement. означает, что вы можете поменять только один атрибут у себя в верстке и у вас все быстро заработает. Каким образом мы достигли такой магии и скорости? Ну, во-первых, мы заменили тяжелые вотчеры, которые вотчат список рекурсивно в глубину, создавая огромное количество проверок, на легкие shallow вотчеры, которые проверяют только ссылочное соответствие. Ну, такая проверка очень быстро делается за O1. Мы написали специальный хак для дайджест-цикла. Ну, дайджест-цикл – это как раз вот этот цикл грязных проверок, который синхронизирует модель с вьюхой и наоборот. И самое главное, мы поменяли… Мы даже не поменяли, мы поломали главную парадигму ангуляра. Мы начали делать синхронизацию вручную вместо того, чтобы ангуляр делал ее за нас. То есть мы при изменении модели, мы говорили «Воу-воу, ангуляр, подожди». Мы не хотим, чтобы ты синхронизировал всю модель приложения. Давай-ка засинхронизируем вот эти вот два билета. 400 биндингов мы переживем. Ангуляр синхронизировал 400 биндингов, мы переживали. Штука в том, что когда мы выложили Wakingary Bit на GitHub, практически моментально возникли какие-то сотни звезд, потому что все с этим сталкиваются, и, как правило, никто не знает, что с этим делать. Единственный ответ дал главный разработчик ангуляра, там его зовут Мишка Хевери, он говорит, ну, ребята, у вас не должно быть больше 2000 биндингов в вашем приложении. Я говорю, ну, окей, непонятно, что с этим делать. И уже подходя к выводам, которые я хотел бы сделать, это порекомендовать, каким образом можно поступить, ну, можно было поступить в нашем случае и можно поступить в вашем. Когда применим ангуляр? Ну, во-первых, когда вы разрабатываете какие-то внутренние интерфейсы, там, админку, аналитику, какие-то бэк-офис-системы. Когда вы разрабатываете сервисы B2B, когда, ну, знаете, например, вы работаете в какой-то крупной корпорации, и от вашего продукта не могут отказаться. Ну, вы можете позволить себе. Ну, и для запилок каких-то прототипов. Так уж вышло, что ангуляр действительно быстрый, и прототип на нем пилится за какое-то совсем смешное время. В АТФ спросите вы, почему я вот рассказывал про ангуляр, зачморил его и ничего не предложил. На самом деле, хочу немножко предложить. Ну, во-первых, существует React. Тут у нас вообще хайп, буквы React, куча докладов. Сегодня еще будет, меня попросили про него много не говорить. Ну, если вкратце, React хорошо подходит для стейтл-приложений. Наше приложение как раз такое. Он позволяет вам быстро строить и перестраивать дом. И он позволяет писать критичные производительности приложения. Другая популярная современная штука – это Clojuscript. Clojuscript – это лист, сделанный для фронт-энда. Попросту говоря, это Clojus, виртуальной машиной которого является интерпретатом JavaScript-бравлера. Clojuscript – штука еще достаточно концептуальная и экспериментальная. Но, тем не менее, она уже работает. На ней написаны реальные приложения. На ней написаны всякие интересные фреймворки. Ну, вот. Основная фишка его в том, что он использует неизменяемые структуры данных и позволяет всегда делать быстрые проверки по ссылке. Поэтому на Clojuscript можно написать сверх критичные к производительности приложения. Тесты говорят, что зачастую приложения на Clojuscript могут быть на несколько порядков быстрее, аналогичных на том же реакции. Приложения на Clojuscript получаются огромными на выходе. Весит 250 и больше килобайт. Поэтому… Ну, 250 килобайт – это приложение, которое делает консервуок. Поэтому, скорее всего, он будет весить слегка больше. Ну, и для того, чтобы писать на Clojuscript, нужна команда выше среднего уровня, потому что этот язык новый, концептуальный. Не получится нагуглить, как, не знаю, сложить два числа. Придется все-таки разбираться самому. Поэтому команда должна все-таки продвинетая. И наше все – это handmade. Ручной подход. Все пишем вручную. Когда стоит использовать этот подход? Ну, когда размер приложения для вас критичен, когда вы хотите вручную делать всякие низкоуровневые оптимизации, а не мучиться с двухсторонним датабиндингом и думать, каким же образом мне заставить эту модель не делать миллион проверок на каждую руку. И, опять же, уровень команды требуется выше среднего, потому что писать на саром JS способен не каждый. Точнее, не каждый способен. Ну, ладно. Вот здесь я нарисовал такой треугольник. Скажем так, треугольник говорит вам, что вы должны выбрать, когда вы хотите поставить в углу угла, например, размер. Скорее всего, это будет решение на саром JS. Если вы хотите очень быстрое приложение, скорее всего, стоит брать кожа скрипт. Ну, Angular, я уже сказал, Angular дает вам большую скорость разработки. И моему личному убеждению сейчас в центре этого треугольника находится React. Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите. Ну, посмотрим. И кое-какие выводы, которые я хотел бы сделать. Так, ну, во-первых, я в футболке Angular, чтобы вы не думали, что я, я и ненавистник Angular. Ну, я и в футболке Angular, кое-какие выводы про Angular. Angular мы продолжаем любить. Он не так плохо, как я вам рассказал. Ну, не фонтан, если честно. Во-первых, стоит сразу понимать требования к вашему проекту. Кто будет пользоваться, для чего. Важна ли в вашем приложении конверсия? Например, в нашем приложении конверсия важна. Если окажется, что приложение долго тупит на обновлениях, на синхронизациях, пользователь закроет страницу, уйдет к конкуренту. Поэтому мы не можем себе позволить быстрые, долгие синхронизации. Если приложение конверсии не чувствительно, ну, например, в B2B-системе, то, ради бога, Angular вполне подойдет, позволит быстрое разрабатывать. Поэтому Angular все-таки применим, но со всякими ограничениями. Вот эти ограничения я вам сказал. Ну и самое важное, про что не стоит забывать, всегда стоит попробовать что-то другое. Angular можно попробовать, почитать, как он устроен. Про Angular можно сказать такую вещь, как про хороший современный язык программирования. Вы можете не использовать его в работе, но его однозначно стоит изучить, просто потому, что вы станете лучше, как специалист. Ну, так можно сказать практически про любой современный серьезный язык программирования. Поэтому я рассказал вам наш опыт с Angular, использовать его или нет, это уже ваш выбор. И все. Тогда давайте перейдем к вопросам. Я буду работать на галекке с микрофоном. Здравствуйте. Здравствуйте. Доклад. Почему так? Я хотел спросить про, как вы отпустите второму Angular, учитывая, что в нем все попеределали, вот, и нет уже вот этого дуба и как-то бинда. Ну, и заодно сразу тогда, как слышали, может быть, про Aurelia Jazz, тоже такая параллельная вселенная к второму Angular. Что про это думаете? Ну, я могу ответить кратко, но он просто спросит, как мы относимся к второму Angular. Я могу ответить, не относимся. Вообще, мы решили с Angular завязать. Ну, да, есть такой фреймворк, Aurelia появился не так давно, он тоже был хайп, все о нем писали. Ну, по-моему, на следующий день о нем уже и забыли. А какая в нем такая фундаментальная фишка была? По-моему, и не было никакой особо покупающих. Ну, в Android все время действительно было круто, да? Был двусторонний додобиндинг, такие вещи, которые никто не решался сделать, а я Google сделал, и у меня оказалось, что иногда это работает. Aurelia, ну, я считаю, это очередной фреймворк, наверное, вышел, про него все забудут. Антон, спасибо большое. Ты рассказал про Angular так, что у меня же слезы потекли. Я сам взлеживался. У меня в связи с этим вопрос. А как ты оцениваешь стоимость перехода с Angular на React? Оцениваю как дорого. Как дорого или как очень дорого? Ну, дорого. Потому что все-таки есть какие-то части системы, да, написанные на Angular, но, тем не менее, переносимые один к одному. Я могу все-таки выделить мышкой какой-то модуль, скопировать его без вот этой Angular-ской обляски и использовать ее в React. Но все-таки архитектуру системы, да, и основное устройство системы придется целиком поменять. Поэтому, ну, не максимально дорого, но, да, дорого. Ну, то есть, вот сейчас, когда у вас Angular, на React вы переходить не планируете даже в далекой перспективе? Нет, сейчас не планирую. Спасибо. Антон, спасибо большое за это. Теперь я знаю, почему тормозит ваш сайт. А что планируете вы уйти из Angular? Ну, почему тормозит-то? Мы же спарили чуть-чуть. Ну... А, ну это вы не видели, когда тормозил, значит. Да, вопрос хороший, на что на самом деле мы решили перейти на Handmade. Мы будем писать все вручную. Решили, что размер и производительность для нас фритичен, поэтому только вы почтите. Меня зовут Давид, компания Realize. У меня такой вопрос. Ну, в начале доклада вы дали такое сравнение фреймворков и там какие-то цифры про количество строк хода. Это точно связано с фреймворками, а не с тем, что вы там три раза систему переписывали. Ну, первый вопрос. А второй, про интеграцию, я немножко не понял. То есть, если вы интегрируетесь там в чужие страницы, то почему вы не можете загрузить приложение просто в iFrame, не знаю, как-нибудь постмесседжи, что я между страницей и iFrame. Так, а первый, еще раз, можешь первый вопрос? Про сравнение. То есть, это точно связано с фреймворками, а не с тем, что три итерации было переписывание. Ну, конечно, каждый раз переписывая, мы уже учитывали какие-то подводные камни, знали, где можно обойти на поворотах самих себя, где можно сэкономить код. Вот, ну, на самом деле, у меня был слайд еще рядом, говорил, что мы на самом деле переписываем некое абстрактное приложение. Заразумевается, что оно настолько абстрактное, что мы не делаем ничего лишнего. На самом деле, оценка грубая, на вскидку, но она примерно такова. Так что, я не думаю, что мы делали много лишнего. По поводу второго вопроса, на самом деле, есть такая книжка про Google Closure Library. Знаешь, ой, так, да, Google Closure Library, это 8,5 гигабайт я вас крипта головного мозга от Google, написанный в каких-то бородатых 90-х или 2000-х. Ну, такая библиотека, которая может все. И по ней есть книга. Вот в этой книге там предисловие сказано «Любую проблему фронтенда можно решить при помощи iFrame». Вот. Мы могли решить нашу проблему при помощи iFrame, но iFrame имеет ряд ограничений. Ну, во-первых, да, это секьюрные. Какие-то ограничения есть. Во-вторых, есть некоторые ограничения по поводу того, каким образом мы можем интегрировать iFrame-приложение в нашу страницу. В частности, мы там, например, иногда хотим иметь доступ к внешнему дому, да, но из iFrame-а, да я не знаю, как там... А? А мы не можем в том же доме. Нет, нет, именно как раз речь в том, что мы человеку отдаем на оттуда и все. Честно говоря, не понял это решение. Но проблему с плавной интеграцией это на самом деле не решит. Ну, ладно, мы можем после доклада подискутировать на тему. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Мария. Вопрос такой, смотрели ли вы сторону фреймворка к нокауту и почему вы не стоит использовать его, так как там достаточно удобный и быстрый деталитинг? А вот это на самом деле еще один вопрос с моей стороны. Я специально не включил слайд с нокаутом, потому что даже не хотел про него ничего говорить. Ну, на самом деле нокаут про него можно сказать примерно то же самое, что и про Экбер. Он как бы появился, чуть-чуть на нем поразрабатывали. Здесь, кстати, были ребята, которые активно его на время пиарили, потом сами ко мне подошли и сказали, слушай, ну, что-то он как-то не фонтан. Поэтому я считаю, хайп нокаута прошел примерно тогда же, когда прошел хайп бэкбона. Ну, наверное, он применим на каких-то несложных приложениях, но в целом это уже, я считаю, выставивши технологии. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вот вы упомянули пасы, пик и жереби, да? Да. Именно для того, чтобы быстрее выводить список вот этих вот и просто у меня была схожая проблема. Свою проблему решил через сложный вывод данных. Мне требовалось обратной связи обратного датабиндинга. То есть я выводил генерированный HTML и забывал про датабиндинг. Почему вы так не использовали? На самом деле датабиндинг нам нужен, потому что вытащить билет на это не просто статичная страничка. В билетах может поменяться, ну скажем, валюта, да? И если валюта поменялась, мне нужно обновить цену, значок валюты, какие-то еще данные, диплинк. Ну то есть я не могу сказать, что вот билет нарисовался и зовут на него. Мне все-таки нужно датабиндиндингу. Можно, конечно, отрисовать и потом ходить селекторами что-то менять, но скорее всего это тоже будет не шибко быстро, поэтому мы не могли отказаться селектором. Меня зовут Лат. Алло. Вот вроде человек первый был. Он пытается рассказать, но что не работает. Дайте, говори. Говорю. Так, меня зовут Лат. Я по поводу скорости разработки хотел спросить. Там вначале была информация, что вы тратили на разработку порядка двадцати четырех часов. Какие двадцати четырех часов или сорок два или может быть все же восемь часов рабочих? Я в часах нарисовал, на самом деле это не критично, это просто чтобы показать порядок. Я имел в виду, когда я там рисовал семьдесят два часа, я имел в виду три дня. То есть три рабочих дня просто? Ну да, образовывается, что разработчик работает, потом спит, ему снится его работа, а он два часа работает. Три дня, да. А в докладе он вполне заслуженный. Вот. Но почему-то я не слышал ничего про E-Router, то есть это модуль, который компенсирует разные недостатки E-Rout, и в принципе он поддерживается разработчиками. Еще такой вопрос, зачем вы наводите пять тысяч билетов на одну страницу? Я покупал билеты, и я просто купил Сан-Герой. Зачем пять тысяч? Значит, отвечаю по порядку, но да, есть такой проект, называется по-моему, N-D-L-R-G-Y, да, он называется такой большой, а? Ну, это часть проекта, правильно? Он раньше был, по-моему, один проект, потом он декомпозировали на несколько приведете.